Если ты слышал о The Elder Scrolls Online и задавался вопросом, стоит ли играть в 2022 году, это видео для тебя, добро пожаловать, это DeltaIsDelTasGaming.com, независимо от того, являетесь ли вы. Новичку в МОС или профессионалу старой школы ESO есть что предложить. Это видео предназначено для двух человек, тех, кто интересуется Эл, но никогда не играл, или тех, кто играл некоторое время назад и хочет освежить информацию о состоянии банды. Я отвечу на многие общие вопросы о Elder Scrolls Online. Например, каково население? Что можно сделать в игре Eason, и стоит ли играть в игру в 2022 году, это видео будет длинным, поэтому посмотрите временные метки ниже, если вы хотите перейти к определенным разделам, сейчас 2022 год. И вам интересно, не пора ли погрузиться в The Elder Scrolls Online, давайте узнаем. Первое, что я хотел бы осветить, это стоимость контента, который вы можете ожидать в The Elder Scrolls Online L, требует одноразовой покупки базовой игры и последующих дополнительных покупок. Игра доступна для ПК, Xbox и PlayStation, базовая игра в настоящее время стоит 19,99 доллара США в Steam. А иногда при продажах вы увидите игру по цене 5,99 доллара США. Эта покупка базовой игры дает вам огромное количество контента, и оно включает главу Morrowind, и является большой ценностью для всех, кто является поклонником The Elder Scrolls. Если вы являетесь игроком Xbox, вы можете получить игру через Xbox Game Pass. Поэтому проверьте свою подписку там, в ESO также есть пакеты контента DLC малого и среднего размера, которые обычно включают в себя новую историю зоны или подземелья, их можно приобрести отдельно, или получить через подписку ESO Plus около 1499 долларов США. В настоящее время существует 20 DLC, покупка которых обойдется вам в небольшое состояние, если они не продаются. Таким образом, вы можете увидеть стоимость в подписке на ESO, а затем есть главы. Рассмотрите эти основные расширения, которые обычно выходят раз в год. На данный момент существует 5 глав, 4 из которых Morrowind Somerset в другом месте и Graymoor являются частью подписки ESO. По сути, вы покупаете базовую игру, которая является. Только обязательная покупка, подпишитесь, чтобы разблокировать все, кроме последней главы, которая называется Blackwood, сам Blackwood требует дополнительной покупки, в зависимости от вашей версии, подписка ESO Plus не требуется, но кажется почти обязательной, чтобы наслаждаться МО в полной мере. Самая важная особенность ESO Plus, это включенное дополнение и главы, а также хранилище для крафта без этого перка, вы будете играть в Элдоуправление запасами онлайн. Вы также получите больше золотых очков опыта, места в банке и многих других. Здесь стоит отметить, что частота контента ESO и цикл обновлений неумолим, вы можете ожидать почти каждый квартал обновления качества жизни DLC и, или значительного расширения главы раз в год, между большим количеством событий и обновлений в игре всегда что-то происходит, говоря об этом, как население ESO. Я играл в эту игру с бета-версии, и я играл на каждом отдельном сервере, да, который включает ПК, Xbox, PlayStation как в Северной Америке, так и на европейских серверах, и они сильно отличаются друг от друга, но я могу сказать, что они очень активны, особенно на ПК. Многие люди перешли с Xbox и PlayStation, потому что вероятность перекрестной игры очень и очень мала, и я не думаю, что это дойдет до The Elder Scrolls Online. Говоря о населении, получить точные данные о ESO очень и очень сложно, потому что это не общедоступно. Однако в интервью Морк, креативный директор Рич Ламберт обсудил, что ESO охватило более 19 миллионов пожизненных игроков, 19 миллионов — это все, кто купил и играл в игру в течение всего ее существования, начиная с 2014 года. И это большое число, но опять же очень трудно судить о текущем. Активное население, потому что оно распространяется на 6 мега серверов на консолях и ПК. Согласно веб-сайту MoPopulation, ESO занимает первое место после World of Warcraft Classic и Star Citizen. Вы также можете получить небольшое представление о популярности в чартах Steam, которые показывают игры и средних игроков в этом году. Это не на 100% точно, потому что только пользователи ПК используют Steam, но могут показать вам колебания численности населения ESO не превосходит Final Fantasy of World of Warcraft. Но это прямо там. В отличие от моей предыдущей Mostar Wars, Zal Republic, онлайн-студии Zenimax продолжают выпускать контент. Что привело к устойчивому росту численности населения в надежной базе игроков, ESO, откровенно говоря, сильно пострадал при запуске нового мира, так как каждый раз, когда появляется новый претендент на Mo, Mo игрок Blaze стекается посмотреть. Не станет ли это следующей большой вещью, однако новый мир спустился на землю, и ESO все еще остается. Пыхтя выпускают трейлер, предвещающий их следующее расширение. Все, что я должен сказать, это то, что ESO чувствует себя очень активным, живым, в здоровом положении, чтобы преуспеть в будущем. Я помню, как играл в игру много лет назад, и я бы отправился в случайные сухопутные зоны, не видя ни одного игрока сейчас, если бы я. Запрыгивай на мега-сервер на ПК. Я вижу игроков практически в любой случайной зоне, проходящих подземелья, и следующих мировых боссов, получающих небесные награды и квесты в целом. Это не 100, точное указание на то, что игра идет хорошо, но я уверен, что у нее все хорошо, и она будет. Сделай еще лучше в 2022 году. Теперь давайте перейдем к пикантным вещам, и это то, что нужно сделать в ESO. Давайте сначала поговорим о прокачке, потому что вам нужно подняться с 1 до 50 уровня, чтобы достичь конечной игры, а ESO, безусловно. Одна из моих любимых систем прокачки, у меня в настоящее время более 17 макс, персонажей уровня на ПК 5 на ПК, и я удалил и перепробовал больше, чем я могу сосчитать, и причина, по которой прокачка ESO так увлекательна, потому что каждую секунду, когда вы прогрессируете, вы достигаете нового уровня с молниеносной скоростью с помощью того, как масштабируется опыт и все действия. Тебе есть что делать, у тебя есть награды на каждом уровне, дающие тебе стимул продолжать идти, ты чувствуешь, что Elder Scrolls — это просто еще один квест, просто еще одно занятие, и ты не можешь от него отказаться. И если тебе нравится история в The Elder Scrolls или тестовые игры, это трудно отрицать, потому что там много. Массовые всеохватывающие фракционные бои между тремя фракциями Альдемари и Доминион, стая Эбанхарт в моем любимом завете Даггерфула, не говоря уже о том, что основная история базовой игры — это абсолютный хоумрон. Эпически интригующий и внушающий благоговейный трепет-вывод, который делает его там с другими. Тестовые игры, даже в этой мопрокачка через ESO, в основном проводятся в большом открытом мире, где другие игроки бегают, выполняя те же действия, что и вы, с более чем 20 зонами в базовой игре и локациями, которые вы можете путешествовать. И бесчисленными в DLC в Тамриэле вообще нет. Упоминая мертвые земли, холодную гавань и многое другое, что вам нужно даже прокрутить, чтобы добраться. Это много с огромным количеством областей для изучения. Каждая зона содержит довольно много мировых боссов, множество квестов, дольмены, предметы коллекционирования, такие как скайшарды, книги знаний и всевозможные вещи, которые старый тест. Игроки узнают, как Мандастанс, проще говоря, есть много дел, и средний игрок может чувствовать себя очень подавленным, занимаясь каждой зоной, и хотя в ESO нет золотого следа Skyrim, который держит вас за руку и говорит вам, куда идти. Он улучшился, добавив руководство по зонам, которое показывает вам различные действия для выполнения в каждой зоне, то, что я сделал, начиная с ESO еще в 2014 году, это цитата без кавычек по всей карте, я просто перешел от одной вещи к другой. Выполнив каждую вещь в этой зоне, прежде чем двигаться дальше, что само по себе законно могло бы занять у вас годы, если бы вы играли. Эта игра в непринужденном темпе. Каждая базовая часть игры, возьмем, к примеру, старый добрый Stone Falls с более чем 50 полностью озвученными квестами, это всего лишь одна зона из многих, которую можно выбрать между историей. Изучением навыков и основными компонентами в бою игры. Сбор, осколки, небо, зарабатывающие достижения, повышающие уровень ESO, заставят вас накачиваться дофамином в игре. Будет очень трудно подавить, давайте поговорим о конце игры теперь, когда вы достигли 50 уровня, что дальше, к сожалению. К сожалению, это один из недостатков ESO, и это конец игры, это очень запутанно. Ты видишь, что достигаешь максимального 50 уровня, но затем ты начинаешь зарабатывать так называемые очки чемпиона. Еще одна форма прогрессии очков шампанского, это игровые столы, которые позволяют вам играть и получать определенные преимущества, которые обычно влияют на бой, такие как увеличение скорости передвижения, увеличение урона S, эффекты урона с течением времени и прямой урон и T. D. Вы также можете получить пассивные льготы, которые увеличивают другие вещи, помимо боя, такие как рыбалка, сбор узлов сбора урожая и даже уменьшение урона в случае их B. Ключевым моментом здесь является то, что вы не начнете собирать соответствующее снаряжение, потому что ограничение на уровень ESO составляет 50, а ограничение на количество очков чемпиона составляет 160. Очки чемпиона доходят до 3600, но ограничены с точки зрения боевой эффективности из-за этих игровых столов и получения четырех вариантов за созвездие, если вам интересно узнать о очках чемпиона в конечной игре. Есть миллион разных видео, потому что это сложно, и это трудно объяснить менее чем за минуту, просто имейте в виду, что в этом ESO есть не только чемпионские очки, но и снаряжение и уровни, и конечная игра немного обманчива в том, когда вы на самом деле попадаете в нее, и что там делать, это не так, просто заточка передач, это очки чемпиона, очки чемпиона на самом деле мне кажутся очень полезными, и это ненужная сложная ситуация для новых игроков, и я не фанат этого, но честно говоря, вы зарабатываете их очень быстро, поэтому, в отличие от предыдущих версий игры, их намного легче поймать. Переходим к игровому пространству и окружающей среде, и вот где игра действительно сияет, ESO, на мой взгляд, в основном представляет собой пи-игру и следующую квесты, ползающую по подземельям, позвольте мне. Расскажи здесь, что ESO может предложить на стороне пи, и выскажи свое мнение о том, весело это или нет на суше, мы уже говорили об этом, но сюжетные квесты с минимальной сложностью в World Boss Dolan's IT. Д, и в этом проблема с историей ESO и наземным контентом. Нет способа масштабировать его сложности и его награды, поэтому у такого опытного игрока, как я, мало стимулов для создания контента за пределами ясного изначально, потому что награды не так хороши, и это не так сложно, когда вы начинаете. Это может быть не так для вас, но играйте годами и годами. И годы, и ты уничтожишь буквально все, включая этого большого плохого босса, из-за которого эта история кажется немного пустой по сравнению с тестовыми играми, которые были чрезвычайно сложными. Я смотрю на тебя, Марлин, более того. В сухопутном контенте отсутствуют стимулы возвращаться и играть без валюты. Шлифовка репутации системы или масштабирование сложности, это, как правило, одноразовый тип игрового процесса. Но, честно говоря, это само по себе заставит вас играть в эту игру долгие годы только в базовой игре, не говоря уже о том, что арены DLC будут следующими, и это действия на основе экземпляров, которые вы можете выполнять в одиночку или в одиночку. На вечеринках с четырьмя игроками есть две сольные арены Мейлстром и Ватишером, в то время как у четырех игроков есть две звезды дракона и Тюрьма Черной Розы, вы можете играть как обычные девственницы или ветераны. У них есть таблицы лидеров. Потрясающее снаряжение для сбора крутых титулов, и они просто забавны. Я все еще заканчиваю звезду Дракона-ветерана. Арена в потоке по крайней мере раз в неделю, хотя ей уже более пяти лет, что меня поражает. Так это то, что даже старше пяти лет снаряжение все еще актуально, а контент просто забавен. И в этом сила The Elder Scrolls Online. Им каким-то образом удалось собрать сотни снаряжения. Наборы для сбора с различных мероприятий, и все же более пяти лет спустя, я все еще собираю многие из них. Давая вам бесконечное количество занятий в этой среде, вы действительно можете оттачивать свои навыки, особенно в одиночку. И это то, что мне нравится больше всего, не могу собрать много друзей вместе для большой группы. Активность без проблем. Запустите арену Мейлстром и посмотрите, насколько хороша ваша сборка на самом деле в одиночку. И именно здесь P The Elder Scrolls Online действительно сияют как на суше. Так и на аренах можно играть в одиночку, и в некоторой степени в подземельях, что делает ее очень, очень, очень дружелюбной сольной игрой почти. Иногда слишком много соло. Если вы спросите меня, переходя к подземельям, они являются следующей базой экземпляров для четырех игроков в хлебе и масле пикантента, в ESO с 35 подсчетом, вы можете ожидать, по крайней мере, двух новых в год и, как правило, четырех. Вот где ESO продемонстрировала свое постоянное улучшение в развитии. Теперь у вас есть три режима подземелья. Обычный ветеранский и жесткий режимы. В некоторых подземельях есть три боя с боссами в жестком режиме, наряду с секретными дополнительными боссами. Это означает, что средний игрок, который новичок в игре или, возможно, имеет очень ограниченные навыки, может получить доступ к контенту, завершить его и собрать. Какое-то подходящее снаряжение, в то время как у старательного PV-EAR есть неограниченное количество бесконечных дел и невероятных выпадений снаряжения, которые стоят памятных званий и штампов, а также очень сложного контента для завершения. Большой недостаток подземелья ESO в том, что вы понятия не имеете, какие из них сложны, а какие нет, если... Ты новый игрок. У тебя есть случайный поиск подземелий, и это здорово, потому что это дает тебе огромный толчок, чтобы испытать отличные наборы снаряжения, а также внутриигровую валюту, которая тебе понадобится для твоего снаряжения. Недостаток — это дерьмовая стрельба по тому, что ты получаешь. Бери замок логова Марса или что. Садись с группой мопсов, и ты проведешь следующие три часа мертвым на земле, несчастный, или ты получишь грибковый грот 1, который я могу очистить за 10 минут, в одиночном режиме для ветеранов. Это огромная разница. И пользовательский интерфейс не делает ничего, чтобы отличить легкий умеренный. Сложности Капитана Инсона трудны, наконец у нас есть испытания, которые представляют собой крупномасштабный пик-контент для 12 игроков. Большинство лучших игровых автоматов получают из испытаний вместе с лучшими предметами коллекционирования для прохождения самого сложного контента в игре. Недостатком испытаний является отсутствие поиска группы, и я нахожу ESO очень. Дружеская сольная игра с толпой, которая в основном играет в одиночку. Таким образом, пробные гильдии приходят и уходят как победа. Может быть трудно найти для среднего или нового игрока, если не считать того. Что в настоящее время их 10. И последним является Рока из главы Блэкуда. Это испытание было одним из самых. Причины купить главу, в которой есть возврат к забвению с эпической битвой с боссом, невероятной обстановкой славой, интересной механикой и, конечно, большой добычей, ЗОС тратит много времени. И я имею в виду много времени на разработку. На испытания, на поиски в подземельях и еще кое-что. Они очень хорошо поработали, сделав обычный режим испытаний очень легким для прохождения и доступным для среднего игрока, который, когда игра вышла изначально, был очень сложным, и очень немногие люди вообще могли пройти испытания, что означает, что средняя группа игроков может собраться вместе. И испытайте контент с немного меньшей версией снаряжения, чем у игрока-ветерана. Запустите режим ветерана и используйте навык вызова, это сложный режим, и вам есть чем заняться для абсолютной лучшей группы, если вам нравится крупномасштабный пи. Есть чем заняться. Почти бесконечное количество вещей, которые нужно сделать, чтобы собрать их с помощью таблиц лидеров. Вы можете увеличить свой счет и бросить вызов себе, являетесь ли вы одиночным игроком, четыре игроками или двенадцать игроками. База экземпляров ASO P фантастическая, и я не могу рекомендовать это достаточно, чтобы упомянуть здесь, прежде чем мы двинемся дальше, это. Компаньоны, представленные в главе Блэквуда 2021 года, есть два разных компаньона, которых вы можете получить, чтобы помочь в своем приключении, и у них есть дополнительная история. Почему я не использую компаньонов в первую очередь потому, что я хорошо разбираюсь в бою в игре, они очень полезны для тех, кто просто хочет познакомиться с историей и, возможно, борется с боем, или они не знают основной механики игры, и они действительно просто хотят завершить историю, Компаньоны приходят из этой главы Блэквуда, и еще одна причина купить последнюю главу. Если вы просто желающий испытать историю без необходимости тратить бесчисленные часы на изучение того, как лгать, атаковать, плакать. И это высокоуровневый взгляд на P и ASO с гораздо большим содержанием, чем то, что я упомянул. Но это должно дать вам достаточно, чтобы понять и принять решение, если вам интересно мое мнение. Elder Scrolls сияет в базовом P, в нем есть что-то для каждого случайного игрока, хардкорного соло или крупномасштабного, это для тебя. Я еще не играл в Final Fantasy, но я бы предположил, что ASO будет соперничать с P этой игры, потому что это масштаб, глубина, предметы коллекционирования, веселье. И интересные занятия, не говоря уже о том, что они всегда придумывают что-то новое, это 10 из 10. Теперь давай переключим передачи и поговорим о моем любимом, но забытом аспекте игры, и это PvP игрок против игрока, проще говоря, PvP и ASO при правильной работе, самое веселое, что я когда-либо испытывал в. Многопользовательская игра с базой экземпляров открытого мира в песочнице и миксом PvP, это самый захватывающий бой в МОС или многопользовательских играх, на мой взгляд. Недостатком является низкая производительность из-за старых архаичных серверов, которые нуждаются в замене или обновлении. Если вы возвращающийся игрок, я бы не стал. Ожидайте, что эта проблема будет устранена в 2022 году, так как в конце 2021 года мы получили письмо от директора студии с указанием проблем с миграцией серверов, если вы сможете справиться с задержкой. Вот что может предложить ИСОП Керадиилл, и эта песочница с открытым миром, с огромной площадью, где все три фракции. Сражаясь за территорию Elder Scrolls и Императора, в компании установлен лимит численности населения, позволяющий одновременно участвовать ограниченному количеству игроков, и я не знаю, каков этот лимит, но кажется, что со временем он снижается. А общее количество игроков составляет примерно 200, но я размышляю. Я уверен, что кто-то в комментариях будет знать, и в этом заключается проблема с ИСОП Керадиилл. Область Сиродил такая большая, такая большая без загрузочных экранов, она борется с большим населением, но это одно из самых веселых, которые вы когда-либо имели в видеоигре. Только здесь вы можете стать Императором В. The Elder Scrolls дает одному игроку огромное преимущество на поле боя, и как только вы его получите, вы почувствуете, что бог, защищающий вас, продолжает призываться к действию, объединяя ваших друзей, это Властелин Колец. Крупномасштабные осадные бои, поддерживающие оборону с помощью огромных зербов игроков, призающихся друг в друга. В Сиродиле у тебя будут большие стимулы собирать и делать неприличные вещи, а также тратить свою валюту ПВП и зарабатывать немного золота. Но это отстает, вероятно, в 2022 году решения не будет. Если я буду честен, и это причина, по которой ты ушел или любишь МОС, то... Крупномасштабный ПВП с маслянистым плавным геймплеем, я не могу рекомендовать вам эту МОС, но в ЭСОУ ПВП есть и другие аспекты и действия, которые не отстают. И мое любимое, поля битвы, поля битвы. Это база экземпляров 4 V4 V4 PvP с игровыми режимами Смертельный поединок и Захват Земли. Действия. Жарко и тяжело, и BG обычно привлекает самых потных пфперов. Вы можете получать ежедневную награду за поля сражений, зарабатывая немного внутриигровой валюты, которая дает вам огромный прирост опыта, но помимо этого очень мало стимулов делать бакс, кроме как просто наслаждаться игровым процессом. Есть еженедельная таблица лидеров, но эти награды немного тусклы по сравнению с аренами и испытаниями ПИ. В чем бакс превосходит, так это в быстром темпе действий и возможности ПВП без задержек и сразу вступать в бой, в отличие от Сиродила, который требует много верховой езды или поиска боев. BG были выпущены в расширении Мору несколько лет назад, и как и ЭСОУ, ПВП в целом получил небольшие обновления, улучшение качества жизни и особенно стимулы, которые слишком долго не читал здесь, поля битвы великолепны. Если вы любите ПВП, основанное на действиях, но отсутствие стимулов, население остается на низком уровне, поэтому вы найдете там таких как я, лордов пота, и как правило это тяжелый опыт для среднего или нового игрока, если вы придерживаетесь СУК-50, иначе это будет непросто, в конце концов. У нас есть имперский город, который является моим любимым дополнением всех времен The Elder Scrolls. Онлайн и лучший, самый интересный аспект ПВП и ЭСОУ, это зона, в которой есть два уровня, состоящие из монстров, НПК и игроков. Самое замечательное в ИСЭ то, что в нем нет недостатка, и это высокий риск, высокая награда с большими ставками. В КА есть валюта, заработанная за убийство боссов-мобов и завершение. Задание под названием Телвор. Вы даже можете убить другого игрока и забрать часть их Телвора, таким образом, в ПЁРы Apex Predator бегают вокруг, убивая бедных маленьких ягнят, а затем используют свой хвост, чтобы покупать материалы и продавать их на рынке за золото. Это забавный и уникальный способ, ПЁРы могут зарабатывать золото. И будь уместен в игровой торговле и не отставая от игроков, не говоря уже о том, что это абсолютный кайф, и, если честно, ЭСОУ уделяет много внимания ИСЭ, постоянно добавляя новые награды, стимулы и снаряжение в зону. Если какая-либо часть ЛПВП недавно улучшилась и привлекла внимание, это имперский город, хотя и не для всех. Это мое любимое дополнение во всей игре. Следующее событие. У каждой надежной мой есть активная база игроков с событиями. И это еще одна область, где ЭСОУ блистает. С почти 20, по-видимому, одним активным в любое время всегда есть чем заняться. И эти события отлично стимулируют вас возвращаться в старые зоны, исследовать и собирать области, события ЭСОУ делятся на сезонные события, события глав, события DLC и юбилейные. Ты можешь получать специальные награды, такие как мотивы стиля, домашние животные, скакуны, с помощью различных мероприятий, и самое приятное, что есть даже ПВП-события, которые дают всем большой стимул проверить ПВП. Вы также часто получаете двойной опыт, что отлично подходит для новых или возвращающихся игроков, увлекающихся персонажами. Чемпионские очки и так далее события ЭСОУ великолепны и уничтожают мою предыдущую Mostar Wars Republic, следующая игра. Экономика в той области игры, в которой я мало участвую, но заслуживает времени. И внимание к себе, разбивая его как на создание экономики, так и на жилье. Это два элемента игры, или тот, который можно рассматривать как собственную игру, полностью создающую экономику в ЭСОУ, которая надежна по глубине и веселью. Эта игра позволяет вам иметь до пяти жабры, большинство из которых являются торговцами гильдии. В разных местах на протяжении всей игры вы увидите продавцов, которых вы можете просматривать, сортировать, приобретать предметы у других игроков, количество предметов, которые вам могут потребоваться, ошеломляет, материалы для изготовления мотивов, оружие, ювелирные изделия, зелья, в основном все, что не связано, и это большой список. Есть даже веб-сайт под названием Торговый центр Тамриэля, который содержит все объявления на сервере и позволяет игрокам путешествовать по Тамриэлю, в значительной степени покупая все, что им нужно. Для некоторых это вся конечная игра, собирающая материалы с помощью создания корней и продажи их за золото. Говоря о крафте, это очень важная часть игры с наборами для начинающих игроков и опытных. Крафт ЭСОУ трудно описать в нескольких смыслах, но он пронизывает почти каждый аспект игры, потому что он используется для обновления вашего снаряжения до самого высокого уровня, дающий вам наилучшую возможную статистику для этого предмета снаряжения. Есть даже тип брони, который увеличивает ваш прирост опыта, поэтому он является основополагающим для ЭСОУ. Его очень легко понять, весело собирать и изучать ремесло. Но у него есть некоторые не очень хорошие моменты. Причина в том, что он не так велик. Кроме того, что материалы для обновления не привязаны к рейтингу конечной игры, как в других играх ЭМО, в других МО вам требуется супер-редкий материал для создания боссов конечной игры, который используется для лучших игровых предметов, а не ЭСОУ. Поэтому хардкорным мастерам может не понравиться эта игра, как другим, потому что ваша профессия — это не буквально все, что вы делаете в других играх. Ваша профессия может быть просто вашим полным циклом Эншеля. Не в The Elder Scrolls Online, если вы не собираетесь продавать вещи дальше, это жилье ЭЛ. Оно настолько глубокое, настолько подробное, что может быть законно собственной игрой. Подумай об этом так, как будто ЭСОУ Ли Гоус Элвин предоставляет вам некоторую полезность, позволяя вам хранить, организовывать и собирать предметы в вашем доме, вы можете хвастаться и использовать все трофеи, достижения, домашних животных. Скакунов, как вы это называете, — это полная зона гибкости, творчество здесь бесконечно, и мы даже провели конкурс на жилье. Во время праздника Хэллоуина, на моем потоке, победитель создал ловушку, которая убьет тебя, если ты не пройдешь по нужному кварталу, в другом доме кто-то построил целый дом Полинка с нуля, в чем недостаток жилья, которое стоит много золота. Иногда реальные деньги через магазин Краун. Со временем причина, по которой я не участвую в творческом жилье, заключается в том, что внутри меня нет ничего, что связывало бы меня с ролевым игроком, а это означает, что в Fallout 4 была угроза нападения супермутантов, убивающих ваших жителей, если вы не построили должным образом. У ESO этого нет, и для большинства людей там. Это, вероятно, не проблема. Я не могу смириться с тем, что трачу бесчисленные часы на то, чтобы иметь хороший дом, вот для чего нужна настоящая жизнь, и возникает вопрос, стоит ли играть в ESO в 2022 году. Это моя любимая, моя многопользовательская игра всех времен, и я играю время от времени, начиная с бета-версии. В 2014 году мне это нравится, я не думаю, что ESO идеален. Весь аспект игры ПВП был полностью забыт и деградирован, система продвижения по очкам чемпиона в игре не соответствует действительности. Но плюсы значительно перевешивают минусы, у вас есть один из самых захватывающих и веселых процессов прокачки в игре. С постоянным обучением и исследованиями, это взрыв, уровень снова и снова в центре внимания, игры находятся пи, и это ясно показывает, что игрокам всех форм и размеров есть чем заняться в одиночку. В средней группе или крупномасштабном казуальном игроке, без проблем, вы можете искать и исследовать. В течение многих лет с бесконечными делами хардкора без проблем, ты можешь выполнить некоторые из самых сложных задач, которые может предложить ESO. И мальчик, они трудны, если ты ПВП, тебе нужно сделать выбор. Принимаешь ли ты отставание в Сиродиле, или ты не я? Я принимаю это и двигаюсь дальше, потому что удовольствие. Из других элементов, игры перевешивает разочарование отсутствием. Если вы в первую очередь хотите маслянистую гладкую ПВП, МО с открытым миром, это не игра для вас в 2022 году, будет ли это когда-нибудь, я не знаю, но, вероятно, не в ближайшем будущем, но для остальной части населения МО там жилье. Создание, экономики, прокачка сюжета, исследование, это The Elder Scrolls, и я надеюсь, что ты подумаешь об игре, если тебе нравится этот тип контента, пожалуйста, нажми нравится, подпишись и подумай о том, чтобы посмотреть меня на Twitch. TV Slash Delta, это игра, в которой я транслирую ESO 4 дня в неделю, спасибо, что посмотрели, пока. Субтитры сделал DimaTorzok